МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Несей новости в студии Ксении Митрофановой. Вначале коротко главная тема выпуска. Красноярске простились с сотрудниками МЧС. Они погибли в страшном пожаре на Калинина. Старушки идут, еле-еле пробираются. Приходится иногда переводить на руки. Уборка и не пахнет. Красноярские дворы утонули в непролазной снежной каше. Он говорит, а я устал, я спать хочу. Меня вообще не волнует ваша работа. Что хотите, то и делайте. Вот приходится обрезать. А в Норильске после тотальной чистки десятки машин застряли на снежных платформах. Дальше капота ничего не видно. Вот остановился, стекла почистил. Новый край метель. Междугородние рейсы отменены. Непогода придет и в Красноярск. Жители в бешенстве. Красноярские дворы просто утонули в непролазной снежной каше. Месить ее с тех пор, как потеплело, приходится и пешеходам, и водителям. К некоторым домам просто не проехать. Что это за уборка такая? Кто за нее отвечает? Разбиралась Юлия Чопчиц. Ее заносят, во-первых. И, во-вторых, она не идет. Она шлифует на месте. То есть, надо большие обороты. Шлифует, буксует, скользит. Такой непролазной каше Александр Миронов в Красноярске, а тем более уж у себя во дворе на Конституции, не припомнит. Хотя на своей видавшей виды четверки проехал не одну сотню километров. И где только не бывал. Зато этой зимой рядом с домом ни припарковаться, ни проехать не может. Повсюду снег. Чего уж говорить о пешеходах. А старушки идут еле-еле пробираются. Приходится иногда переводить дорогу. Очень неудобно. Конечно, коммунальные службы вообще ничего не делают. Толком не расчищают. Поэтому, чтобы даже просто добраться утром до работы, приходится прикладывать усилия. Пару дней назад откапывал машину. Припарковался, выехать не смог. Жители возмущаются, почему к выпавшему снегу никто не был готов. И почему сейчас убирать весь этот ужас во дворах и проездах никто не торопится. Двор нечищенный. Двор нечищенный. И машины мешают. Машину несет. Я не могу сюда завернуть. Чем мне делать? Долбить заборы или машины долбить? Подъезда нет. Поэтому мусорные баки работники просто тащат на себе. А еще ведь есть мамы с колясками, которым тоже надо как-то передвигаться по нечищенному городу. Пройти вообще невозможно. Просто с трудом пробираешься. Люди с колясками. Машина буксует. Люди с колясками. Есть с инвалидными колясками, из домов в них выбраться не могут. И так повсеместно. Ударный кулак сработал, говорит мэр. Но это касается только уборки городских дорог. Вот уже пятые сутки их чистят круглосуточно. Дворы же должны убирать управляющие компании. А контролировать их работу жители и районные администрации. Самый главный ресурс – это жители. Извините меня. Пока директора своего управляющей компании за глотку не возьмешь, я не смогу при всем желании даже из штанов выпрыгнуть всех охватить. Но в любом случае мы будем подключаться, давить, наказывать будем. Потому что другого нельзя. Во дворах тоже надо чистить. В управляющей компании, которая обслуживает дома на Конституции, о проблеме знают. Но почистить все проезды не могут. Не хватает ни рук, ни техники. Как можем, так и чистим. Будем стараться делать это лучше. Выстраиваем цепочку дальнейших действий совместных с районами. И будем все-таки убирать это все по возможности. А если жилищники не исполнят обещанное, то вот вам инструкция, что делать. Если в вашем дворе такая же ситуация, то есть два варианта. Или берете лопату и расчищаете себе путь самостоятельно, что не очень просто. Или готовьтесь к долгим телефонным переговорам. Сначала позвоните в управляющую компанию. Если ответа не последовало и проблема не решена, тогда вам в районную администрацию. Там должны подключиться к этой ситуации. Если и это не помогло, тогда крайняя мера. Жалоба в стройнадзор. Там могут оштрафовать коммунальщиков или даже лишить лицензии. В справедливости ради снежный апокалипсис не во всех красноярских дворах. Вот, например, на Новосибирской. Площадку у дома очистили до асфальта еще в выходные. Убрать все завалы управляющие компании обещают на этой неделе. Остальным остается ждать. Правда, ночью сильно похолодает. И бороться уже придется не с кашей, а с замерзшими глыбами снега. Но лучше ведь поздно, чем никогда. Юлия Чепчев, Иван Дорофеев, Енисей. Новости. И как позже пояснили в компании ЖСК, именно она обслуживает больше двух тысяч домов в Красноярске. От снега очистят все дворы без исключения. Но сделать это везде одновременно не получится. Так что жителям придется набраться терпения. Сейчас идет много обращений в связи с погодными условиями. Но должны понимать, что единомоментно за раз все дворовые территории очистить нельзя. Есть график, по которому заходят подрядные организации, которые мы привлекаем, и производят уборку. Также непосредственно дворники и сотрудники выходят и осуществляют уборку дворовых территорий. В любом случае мы дойдем до каждого двора, и каждый двор будет почищен. А вот такую оригинальную картину во дворах наблюдают жители Норильска. После масштабной уборки при домовых площадках от снега десятки автомобилей так остались стоять на заснеженных платформах, некоторые из которых высотой около метра. Автовладельцы просто не перегнали свой транспорт, и водителям погрузчиков не удавалось ничего другого, как срезать наст вокруг припаркованных машин. Причем делать это с ювелирной точностью, чтобы не повредить чужое имущество. Теперь хозяева авто ломают голову, как спустить их с пьедестала. Некоторые делают съезды из булыжников или снега, другие нанимают эвакуатор. Коммунальщики говорят, как бы они не предупреждали водителя. Ситуация повторяется чуть ли не каждый год. Работает техника, подъезжает машина, водитель, то есть машину оставил возле подъезда, ему делаешь замечания, у меня работают мастера, он говорит, а я устал, я спать хочу, меня вообще не волнует ваша работа, что хотите, то и делать. Вот приходится обрезать эту машинку, он выходит в итоге, она стоит на постаменте. В Красноярске идет резкое похолодание, это уж точно не улучшит дорожную обстановку. К вечеру температура с плюс трех опустилась до минус семи, а ночью подморозит до минус пятнадцати. Ветер немного стихнет, снег прекратится, а все, что растаяло за время оттепели, схватится льдом. Так что водителям, да и пешеходам нужно быть предельно внимательными. К выходным снова ударят морозы под тридцать. Но погода меняется не только в Красноярске. На юге края обрушился мощный снегопад, особенно сложная обстановка была на трассах. Дороги были практически скрыты под плотной белой завесой. Из-за почти нулевой видимости водителям пришлось останавливаться и пережидать метель. Фуры и легковожки парковали прямо на обочинах. Ограничить пришлось и движение междугородних автобусов. Трассы оперативно расчищали, а за обстановкой следили дополнительные патрульные экипажи. Дорога, я вам скажу, плоховатая. Не чистят вообще нифига. Вот остановился, стекла почистить. Да, потому что снег валит и валит. Дорога мертвая. Надо что-то делать, подсыпайте. Вообще не следят за дорогой. Дорога плохая. И к другим темам. Жители новостройки в солнечном терпят бедствие. Мы уже рассказывали. Квартиры, которым меньше года, постоянно топят, а стены и потолки зарастают плесенью. Но настоящее потрясение люди испытали, когда убрали натяжной потолок от застройщика. Анастасия Тиль с подробностями. Вот она, бежит вода. И такие водопады, говорит Татьяна, по стенам текут постоянно. Проблемы начались чуть ли не сразу после новоселья. Высотку сдали только в августе прошлого года. От сырости всюду полезла плесень. Где можно, хозяева уже сняли обои, чтобы обработать участки от грибка. Сейчас короткая сухая передышка. Но с каждой оттепелью влаги в квартире все больше. Все текло и с другой стороны, прям с обратной кухни, все аж с самого потолка до пола. Вчера звонила в управляющую компанию, говорила, говорю, придите, что-то сделайте, посмотрите, на тех этажах может что-то потекло. Каждый этаж, каждая квартира практически, у каждого проблема. Все в плесени, все плавают, все в воде. Единицы, наверное, у кого нет проблем. Детская, у которой промерзает вся стена. Там промерзает угол, и вот этот угол, он уже весь почернел. У соседей через стену такая же картина. Чтобы хоть как-то просушить квартиру, окна не закрывают ни на минуту. Вытяжка с таким обилием влаги просто не справляется. Бульфия в ужасе рассказывает, на днях ручей потек прямо через лампочку. Только чудом проводку не замкнуло. И вот новый сюрприз. Чтобы слить воду, вскрыло угол натяжного потолка, а там дыра. С ребенком сидим в зале, слышим шум воды. Сюда прибегаем, у нас снова опять ручьем бежит вода. Что делать? Взяла, отрезала угол, потому что когда мы с ребенком потрогали потолок, такое ощущение, что вода стояла. И посмотрела, увидела там вот эту вот незаделанную не то что дырку, а там торчал какой-то или пенопласт, или что. Плесенью дышат жильцы не только верхних этажей новостройки. Такие черные пятна чуть ли не в каждой квартире. Обо всех проблемах застройщик в курсе. Официальных комментариев не дают, но поясняют. Причины бесконечной течи еще выясняют. Ситуация на контроле стройнадзора. Дом гарантийный. Застройщик обязан проводить гарантийные работы. И на сегодняшний день управляющая компания, конечно, при содействии службы, ведет претензионную работу порядка 11 обратившихся жителей данного дома по устранению выявленных дефектов. Дефекты устанавливаются в строительной компании. Но я думаю, в ближайшее время все вопросы будут решены. Жильцы новостройки уверены, раньше весны устранять все эти дефекты бессмысленно. Нужно, чтобы стены и швы, как следует, просохли. Но жить в бассейне и дальше люди не намерены. И в случае чего будут писать коллективную претензию и подавать на застройщика в суд. Анастасия Телли, Денис Тимошенко, Енисей. Новости. Далее расскажем о том, как медицинский центр возобновил плановый прием пациентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ломбард Коррунт! Ход конем для новых клиентов. Хрустящие мини-корнишоны «Сын полка» – мотылек Филипок. Собирайте огурчики длиной от 2 до 8 сантиметров, чтобы разнообразить заготовки. Заказывайте семена в интернет-магазине Седек или спрашивайте в магазинах вашего города. Российско-финский медицинский центр Терви. Мы эксперты в кардиологии, неврологии, лечении и реабилитации после травм, комплексного обследования организма. Есть собственная лаборатория, операционная и стационар Терви. 205-33-33. Благоприятное предложение со стороны мебельных салонов КМК приведет к значительному снижению цен на мебель для вашего дома. КМК. Всегда удобно. Восстановление и улучшение потенции у мужчин. Деликатная гинекология для женщин. Лечение геморроя без боли и операции. Шлифовка рубцов лазером, удаление новообразования кожи, лечение постакне. Вам понравится быть здоровым. Озеро Карачи. Комплексное санаторно-курортное лечение и реабилитация. Телефон 8 800 250 49 96. Современная лазерная коррекция зрения. Новейшая методика смайл. Более точная и менее травматичная. Только в смайл-центре Красноярска. Бесплатная консультация 287 77 33. Человек проводит в пути почти 4,5 года своей жизни. Заставьте это время работать на вас. Ваша реклама на мониторах формата 12 на 4 и 8 на 5. 6 на 3 и 4 на 3 на ключевых улицах города. А также 70 экранах сети формата. Рекламная компания ИЛАН. Город теперь ваш. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Здоровые ноги с выгодой. Каждый квартал розыгрыш трех подарков. Возвращаем 21% от стоимости операции. Подробностей в социальных сетях Варикоза нет. И по телефону 205 45 01. Желток. Натуральное средство для отменного качества яиц и высокой яйценоскости птицы. Желток. В Красноярске простились со спасателями, которые погибли во время страшного пожара на Калинина. Анатолий Жалмерчик, Алексей Пузырев и Максим Рябцев. Почтить память этих героев и проводить их последний путь пришли около тысячи человек. Это родные, близкие, друзья и коллеги. Траурную церемонию посетили губернатор Александр Ус и мэр Сергей Еремин. Всю свою жизнь погибшие посвятили борьбе с огнем и спасению людей. Вот и во время пожара на складе автозапчастей они отправились на поиски человека. Но выбраться из горящего здания не смогли. Приказом президента страны все трое награждены орденом мужества посмертно. Настоящие пожарные, профессионалы своего дела никогда не боялись своей работы. Всегда вели ребят за собой. Всегда выполняли поставленную им задачу. Запомнились как жизнерадостные, веселые ребята, друзья, коллеги, мужья, родственники. Для нас это большая потеря как для части, так и для всего гарнизона. Невосполнимая утрата. Красноярский гарнизон потерял лучших своих людей во всем. Это одни из старейших пожарных городов Красноярска, которые прослужили уже каждый. Более 25 лет. Ну и один у нас Максим Рябцев, молодой. Подающий большие потенциалы. Мог бы хорошо подвинуться по коренной лестнице. Но, к сожалению, так получилось, что ребята не смогли выйти из дыма. И к другим темам. Количество новых случаев ковида в Красноярском крае продолжает снижаться. За последние сутки их 251. Самое большое число заболевших в Красноярске 78 случаев. Среди городов и районов края Ачинск 25, Березовский район 12. И по 11 заболевших в Минусинске и Сосновоборске. Выздоровели 245 человек, 21 скончался. Остается на лечении 2194 человека. Под медицинским наблюдением на дому находятся более 7 тысяч жителей края. В Красноярске 11-летний школьник попал под колеса ленд-крузера. Об этом не только. Расскажем в блоке коротких новостей. В Красноярске в микрорайоне солнечный ленд-крузер сбил на пешеходном переходе 11-летнего школьника. По словам очевидцев, водитель тут же остановился и вызвал скорую. Мальчика госпитализировали. В ГИБДД утверждают, мужчина, сидевший за рулем, был трезв. Кто именно нарушил правила, уже разбираются в полиции. Однако очевидцы говорят, это ребенок решил перебежать дорогу на красный. Краево-глазной центр возобновил плановый прием пациентов. Записаться к врачу жителей края теперь могут по телефону или онлайн. Открылся на базе больницы и дневной стационар. Там же теперь принимают тех, кому нужна неотложная помощь. А вот людям с симптомами ОРВИ в госпитализации будет отказано. Я напомню, с ноября центр работал в режиме ковидного госпиталя. Красноярцам покажут старинные, раскрашенные японские фотографии эпохи Мэйдзи. Больше ста лет туристы возили из Японии снимки гейш, сакуры и ритуальных сцен. Фото чаще всего служили сувенирами. Их продавали в виде отдельных отпечатков, открыток, но чаще всего объединяли в альбомы. Теперь эта редкая коллекция считается одной из крупнейших в Европе. В этот четверг больше 90 столичных экспонатов покажут в Красноярском музее Площадь мира. Экс-скаут «Зенита» и «ЦСКА» теперь в Енисеи. Антон Евменов займет пост спортивного директора Красноярского футбольного клуба. Евменов окончил МГИМО, учился на факультете спортивного менеджмента в Колумбийском университете. А вот родом он из Красноярска. Сейчас в планах нового менеджера создать вторую профессиональную команду из воспитанников спортивных школ края для участия в профессиональной футбольной лиге. Автоматические датчики учета загрязняющих веществ установят на всех крупных предприятиях в Красноярском. Такое поручение дал губернатор Александр Ус во время визита на цементный завод. Там же глава региона провел совещание с крупными промышленными городами. Подробности в сюжете далее. За работой этой вращающейся печи пристально следят работники Красноярского цементного завода. Таких жарниц на предприятии несколько, но только на этой установлена новая многоканальная горелка. Печь переоборудовали в рамках экологической модернизации производства. Ранее, чтобы снизить выбросы загрязняющих веществ, на заводе установили современный электрофильтр и построили новую трубу высотой 130 метров. Домоход оснащен специальными датчиками, которые оперативно передают показания по выбросам на мониторы. Несмотря на то, что мы уже достаточно много сделали, как красноярский цемент, у нас есть понимание, чем заниматься. Это и фильтра на третьей, четвертой печи. Это мы мечтаем построить крытый клинкерный склад, совершенно новый помол в рамках проекта, новой сухой линии. Вместо пяти точек выбросов останется одна. Сегодня цементный завод посетил губернатор края Александр Уз. Он оценил экологические проекты и технологии, которые уже внедрены на предприятие. После небольшой экскурсии глава региона провел совещание с крупными промышленниками города. Главная тема – снижение загрязняющих выбросов в атмосферу, как минимум на 20% до 2024 года. Такую задачу поставил президент страны. Многие красноярские предприятия уже активно включились в эту работу и модернизируют производство. Но работать еще и есть над чем. Актуальной задачей у нас является централизация получения данных о фактическом положении вещей. Я думаю, что к 1 июня мы будем готовы через наше министерство доводить до жителей города и края объективную информацию, что происходит в режиме реального времени. По итогам совещания губернатор поручил ускорить реализацию экологических мероприятий, в том числе по закрытию малоэффективных котельных. Крупным предприятиям рекомендовано дополнительно снижать выбросы в период НМУ и в максимально короткие сроки установить автоматические приборы учета загрязняющих веществ, чтобы оперативно передавать данные на сайт Краевого министерства экологии и специальное мобильное приложение. Екатерина Любимова, Александр Ермошенко, Енисей, Новости. 3,5 тысячи нарушений было выявлено за год в лесной отрасли Края. Из них пятая часть незаконной вырубки. Об этом в интервью нашей телекомпании заявил новый министр лесного хозяйства Алексей Панов. Как бороться с черными лесорубами и вывозом кругляка? Как спасти Каннска от залежей опилок и горбыля? Смотрите программу сегодня после выпуска новостей. Кстати, так как это первое большое интервью Алексея Панова после назначения на постминистра, не обошлось и без личных вопросов. Что поменялось в жизни-то? Поменялось? У меня свободный график работы стал. Так, как у министра лесного хозяйства. Я хочу на работу в 6 утра, хочу, хожу в час ночи, поэтому здесь легче стало работать. В Красноярске заработал еще один центр обслуживания клиентов Сибирской генерирующей компании. Они новое отделение открыли на правом берегу на проспекте Красноярский рабочий 39. Это второй такой офис в городе, аналогичный есть и на Левобережье. Специалисты рассказывают, здесь нет живой очереди, все приходит по предварительной записи. Клиенту достаточно позвонить на специальную линию в рабочие дни с 8 утра и до 6 часов вечера. Работа в офисе построена по принципу единого окна, то есть все вопросы можно будет решить у одного консультанта. Уровень компетенции наших специалистов достаточно высокий для того, чтобы ответить на любой вопрос. У нас было достаточно много времени для того, чтобы поднять компетенцию наших специалистов за то время, пока мы работали в ограниченных условиях. Сюда же могут обратиться владельцы частных домов, если они собираются подключиться к централизованному отоплению. Получить консультацию могут и юридические лица. Есть также зона самообслуживания. С помощью информата можно зайти в личный кабинет и передать показания, плюс оплатить коммунальные услуги. Все это, естественно, с соблюдением антиковидных мер. Сервисы, так называемые, самостоятельные, роботизированные, которые помогают обработать все обращения без участия сотрудников уже напрямую. Очень много развитых дистанционных каналов. То, к чему мы идем, это чтобы у наших потребителей не возникало вообще желания вопросов прийти, решать контактный центр, чтобы они все могли сделать самостоятельно. Молоко сибирское, рецепт итальянский. Секреты сыровара с берегов Средиземноморья раскроем далее. Семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого февраля. Мистический орган. Настоящее путешествие по странам и музыкальным эпохам. Подробности на сайте красфил.ру. Важная информация для уютозависимых людей. В Сибири сегодня ожидается резкое увеличение ассортимента комфортной и уютной мебели для вашего дома. Во всех салонах КМК. Салоны КМК. Большой ассортимент уютной мебели. Всегда удобно. Будь подвижным, энергичным. С Гелем Активист. Двигайся легко, свободно. С Гелем Активист. С Гелем Активист в активную жизнь. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна. А это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Удаление варикоза. Без разрезов. Без наркоза. Без потери трудоспособности. Клиника лазерной хирургии. Варикоза нет. Телефон 205-45-01. Здравур! Скотине давай регулярно. Яйца, мясо, молоко будут постоянно. Февраль. Время подготовиться к следующей зиме. И именно сейчас самые выгодные цены на верхнюю одежду. Вы снова распродажа зимней коллекции. Скидка 70%. Такую выгоду нельзя упустить. Огромный ассортимент позволяет выбрать стильную дубленку для работы, пуховики для активного отдыха или мутоновую шубу для прогулок в крепкие морозы. Приятные цены и на норковые шубы. Вы снова традиционно высокое качество меха и пошива изделий. Большой выбор даже к концу сезона. Покупайте с реальной выгодой. Приходите вы снова и примерьте шубу, дубленку или пуховик по выгодной цене. Выбирай весь февраль со скидкой 70%. Подробности вы всегда можете узнать у продавцов-консультантов. Спешите в салон кожи и меха и снова на Авиаторов 5 в торговом центре Авиатор. Не только пармезан и моцарелла. Теперь и у нас будут варить сыр по итальянской технологии рецептуре. Обучить местных поваров приехал настоящий гуру Симоне Монфердини. Он побывал на одном из местных предприятий и поделился секретами. А еще пармезан, азиага, пекарина, монтазио и томина – замысловатые названия, словно песня для сырных гурманов. И все это, возможно, совсем скоро будут производить у нас в крае. Новые сорта, а заодно и секреты их приготовления, в Ужур привез итальянский гуру Симоне Монфердини. Его миссия – обучить местных технологов настоящим итальянским рецептам. Это очень вкусно. Это бренд моцарелла. Ловкость рук и вот уже из двух тонн молока получается 250 килограммов сыра. Итальянский гость полностью изменил технологию приготовления моцареллы. И благодаря секретному ингредиенту она теперь тает во рту. После замеса и обжарки сыр моцарелла попадает в формочки. И обдается соленой водой. И уже здесь обретает вот такую форму. Сегодня этот сыр попадет на прилавки во все магазины Красноярского края. Раньше на своей родине, рассказывает Симоне, новые сорта сыра он изготавливал исключительно вручную. А сейчас, в век технологий, этому может научиться каждый. Колонна, сглорача, стокочет, понимаешь? Сейчас есть машина автоматик. Первые люди сделали этот сыр на руках. Только руках. Варкой сыра Симоне Матфредини занимается чуть ли не всю жизнь. Теперь, говорит, настало время поделиться опытом с русскими коллегами. Я 30 лет варил сыр. Я начал, когда маленький ребенок, вот так, молодой. И начал на пармезан, и на пармезан. Очень много разных сыров. Я уже работал как технолог 10 лет. Вот так, очень много другой страны. Но самое лучшее, как я люблю, русский сыр. Всего за пару дней, проведенных в Ужуре, итальянец научил местных поваров десятку новых рецептов. Самое главное – тщательно соблюдать технологию сыроварения. Сырка много, много сырки. Сырка много? Да, чуть-чуть меньше. Это из дупиаж, отчетификация на кастрюльке, потом кушна мусорера, когда мятка, понимаешь, видела? Она как мятка. Когда шухая, не кушна, понимаешь? Понятно. Понятно? Видела, как она мятка, видела? Вау! Эксклюзивные сыры по итальянским рецептам уже отправляются в магазины, а повара оттачивают мастерство и планируют ответный визит в Италию за новыми рецептами. Светлана Саенко, Дмитрий Шевцов, Енисей Новости. И на этом наш выпуск завершен. С вами была Ксения Митрофанова. Всего доброго, до свидания. Хорошо выспаться, не испытывая никакого дискомфорта. Можно в том случае, если вы правильно подобрали постельное белье. Сейчас делать это можно в ДК Краза. Там открылась целая ярмарка. Огромный выбор моделей из хлопка, сатина, поплина, полутораспальный, двуспальный, еврокомплект. Приобрела постельное белье впервые этой марки, но о ней была наслышана. И вот сегодня тот самый день, наверное, когда звезды сошлись, цена-качество меня устроило. Изготавливается белье в городе Иваново. На товаре имеется маркировка, что исключает подделку. Постельное белье производится по финской технологии. Ну, соответственно, будет и качество. Это чистый хлопок, который у нас не скатывается. Он мягкий, удобный по текстуре, приятный телу. Оно не линяет, не теряет цвета. И, соответственно, учитывая того, что это наша продукция российского производства, у него цена будет невысокая. Лично оценить качество отечественных фабрик постельного белья и обеспечить себе крепкий сон можно уже сегодня в ДК Краза. Прогноз погоды в Красноярском крае на среду, 10 февраля. В Туруханском районе на юге Таймыра и Февенкии облачно. Местами пройдет небольшой снег. Ночью от минус 17 до минус 34 градусов. Дневная температура от минус 10 в Вановаре до минус 28 в Хатанге. В северной группе районов Красноярского края облачность, на части территории пройдет снег. Ночная температура до минус 19, днем до минус 15. В восточной части региона облачная погода. На всей территории ожидается снег. Ночью до минус 20 градусов. После полудня минус 12, минус 14. В центральных районах Красноярского края облачно. Небольшой снег лишь местами. Ночью от минус 15 до минус 18. Дневная температура минус 14, минус 17. В западной группе облачность, почти повсеместно снег. Ночью до минус 22 градусов. В светлое время суток минус 14, минус 16. На юге Красноярского края облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Ночью до минус 20 градусов. Днем минус 9, минус 13. В Красноярске 10 февраля облачно. Синоптики прогнозируют небольшой снег. В темное время суток до минус 17 градусов. Днем до минус 14. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.